У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Слушаю, говори. Игнать Тихонович, ну тут известное всем событие, смерть или не смерть. Ну, по крайней мере, средства массовой информации сообщили нам о том, что Алексей Навальный скончался. И поднялся шум и гвалт не только в России, но и русскоязычные за рубежом особенно. Они прям с демонстрациями выходят, лозунги выкрикивают, тем известные. Как на все православному христианину, вообще христианину реагировать на это. Участвовать, не участвовать, молиться, не молиться. Вот это все дела вот эти. Ну, коротко сказать так. Он абсолютно неверующий человек. Нигде не видно, ни разу не показал себя. Далее, таких людей, как правило, подготавливают за границей. Они учатся там. А дальше, чему они научились, они на деле теперь и показывают. Я могу два слова только показать. Что такое смутьян? Вот. Ну и мятежник. Вот они попадают под это место. Что об этом говорит святая Библия, а не я? А это уже три тысячи лет, как Библия начала писаться. Ну, начиная даже, да, три тысячи шестьсот лет. Все остается в силе. Человеческие мнения, они скоротечные. Но сегодня наше поколение, кто не знает, кто такой Ленин. А новое поколение спрашиваешь, вообще не знают, что за дядька такой. Я говорю, а кто крупская такая? Одна только ответила, коммерсантша какая-то. Жена Ленина. А время-то прошло только одно поколение. А что со Сталином есть? Куда его деть? Из мавзолея прочь. И когда по порядку Жириновский Владимир Вольфович начал разбирать, ну, что-то там не согласен, но тут точно он показывает. Ничего нет, это кровожадные змеи Горынычи. Шестьдесят шесть миллионов только внутри страны сожрали. Голодоморы эти все устраивали, чтобы только починить под себя. И все рухнуло без всякого выстрела. Что об этом говорит Библия? Вот один вопрос. Я могу рассуждать об этом, потому что я был в заключении, на этапах, в пяти тюрьмах посмотрел, как заключенный в лагере был. Притом, свой его сослали на север, а меня в другое государство по-сегодняшнему. Потому что я на нескольких языках мог изъяснять, они послали туда, где я не знаю. А я в тот же день начинаю язык изучать. Поэтому мне это очень хорошо известно. Потому что, когда я был реабилитирован, а это полная реабилитация, 4 января 1992 году, там написано, как жертва политических репрессий. А он не политический. Его не за это. У него самое главное, там где там средства миллионы тратили, в начале с малого, там два года. А закончилось ему было 19 лет, заключение, 19. Все подвели под ту статью, которую помогали, кто на свободе кричал. Ну, возьми, вот, это Дворкин. Где он учился? За границей. У них-то бывает и второе гражданство, и все. И теперь они это отрабатывают. А то точно так же учился. Я даже не конкретно о нем говорю вообще, кто этим занимается. А они делают то, чтобы не работать и быть с деньгами, и слава. Их обольщают, мы тебя не бросим. И когда только посадили Навального, слово, как слава сказать, Навальный, по-еврейски переводится безумный. Безумный. Там Навал есть такой, у которого жена Авигея была у него, а потом Давид на ней женился. Безумный. Поэтому это не случайно, что и фамилия у него такая была. Из этой фамилии он теперь этот, говорится, прыщ должен вылезти. И вот они где-то там кто-то что-то говорят, что люди неверующие. А неверующие для них узды нету. Но узда для них готова. Такая будет узда, которую изо рта не вытащишь. Будем говорить конкретно, что нам говорит об этом Святая Библия. Я буду говорить несколько мест, не успеешь записывать. Ну, я это все знаю уже. Вот слово смутьян. Это у Даниила 5 глава 6 стих. Что такое смутьян? Что такое смута? Дальше. Деяние 15-24. Для людей Варава это был герой. А на самом деле это разбойник. Убийца. Так и эти. Они его знать не знают. Не встречались. Вчера какая-то выступает. А я с ним переписывалась. Я знаю, что его Путин убил. Она знает. Во Франции где-то. Она знает. Свистушка какая-то вылезла. А почему? Она далека. А теперь ее только возьми в сарай, продержи один день. С нее ничего не останется. Все. Я был с такими. Только чуть приткнули и все. Я вот был в вязаной зоне. Когда красная зона называется. Таких зон мало в Российской Федерации. Всех абсолютно ломают. И они будут стукачами. Доказывают друг на друга. Иначе тебя засмолят. В нашем лагере. Жанаташ Жамбульская область Казахской ССР. Было только три человека. Я. Один из этих. Или двое даже. Свидетели Югова их. И не трогали. И один там какой-то армянин. Уже десятый раз наверное сидит. Все. Все остальные повязаны. У них повязка такая есть. А за то, что в другом лагере. Если он повязан. Где его свои же сожрут. То есть это добились большого успеха. Когда начинают их убивать буквально. Мне сразу. Вы пойдите в красный уголок. Там полистайте журналы. А почему? Я узнал. Какой-то знак был на моем деле. А я арестован был по санкции МГБ. Московского КГБ. Тут они на вытяжку стояли. Что ко мне нельзя даже прикоснуться. Меня не лишили права рассказывать о Боге. Но если ко мне кто приходил. До полусмерти избивали. Вот я узнал много нового. Почему? Потому что я внимательно смотрел на это. Кое-что записывал. Тайно прятал. И все оттуда вынес. Поэтому открытые выступления за Солженицына, когда он был еще за границей. И за его архипелаг ГУЛАГ, который послужил крушением и перестройкой Горбачева. Я знаю, о чем говорю. Я насчитал. Это 9 пленок. По 8 часов 20 минут каждая. Катушки были тогда. Я насчитал и растиражировал. У меня там студия была. Магнитопон Маяк 205. Слушать на скорости 4,7 сантиметров в секунду. А записи 19. И при том две дорожки в одном направлении. А я обратно две дорожки. Для чего говорю. Потому что тогда это стоило заключение. Это нельзя было говорить. А сегодня Наталья Дмитриевна, это вдова Солженицына, и Владимир Владимирович Путин стоят, беседуют. Центральная газета называется «Российская газета. Учредители российского правительства. Газеты. Как студентам преподавать? С какой книги начинать? Антон Трехтомник». Я его насчитал дважды. Первая погибла, когда на магнитопонах. А потом я уже на компьютер насчитал, когда вернулся. То есть я говорю о том, что очень хорошо знаю, и больше никто к этому не прикасался. Просто нету. И вот здесь что такое смута? Я не буду много времени затрагивать. Просто называть буду места писания, которые необходимо будет посмотреть. Вторая книга Маковейская. 14.28. Потом, кто думает смотреть, пускай открывает. Вторая книга Ездры. 5.70. Говорит о смутах, которые наводят люди, и что из этого получается. Дальше. Книга Серахова. 11.31. 34. 28.10. Вот так. И книга Тавита. 13 глава. Как надо молиться. 13 глава. Я называю об этом. Слово мятежник. Полностью считать то, что я скажу, это ответ. Это ответ на всех, которые поднимают мятежи. Еще один такой есть Илья Яшин. Такой большой парень. Оказалось, он все время ящищик. Он на него залазит. Он взрос там с Володью. И вон там на дуэль вызываю Рамзана Кадырова. А Рамзан Ахматович хотел на него смотреть там. Его посадили. И он начал там тоже там 13 суток сколько. А сейчас ему уже накрутили где-то 8 лет. Последний как организатор. То есть засланный. Не просто где-то. От интервентов. Очень серьезная статья. А этому 19 лет было. А этому пока 8. Он замолкал. Его больше нигде нет. А как надо... А вот как Библия говорит. Я так и говорю. Метеш. Это вторая книга. Сарс 22.44. И дальше. Первая книга. Ездры 4.19. Псалом 17.44. Псалом 30.21. Это мы на молитвах считаем. 68. Псалом 3. 64.8. Стих. 65. Седьмой стих. И 77.8. И 85. Псалом 14. Стих. Полностью разъясняет. Что такое мятеж. Они-то мятежники. И далее. Какие другие? Притча Соломона. 24.28. 29.8. Так. Книга пророка Исаия. 30 глава. 9 стих. Иеремия. 3 глава. 20 стих. 5 глава. 23 стих. Иезекииля 2.5 и 2.6. Это уже определенное, что нужно просчитать. Дальше. Даниила 11.14. Как их... Что же... Марка 15.7. Деяние 19.23. Первое послание Тимофею. 2 глава. 1.2 стих. И 3. Просчитать. Проводите жизнь стиху и мятежную. Молитесь за старей начальствующих. Чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Дальше. Премудрость Соломона. 14.25. Так. Что-то я тут не... Какое-то. 13.4. Наверное. Иеремия тут у меня есть. Притча 18.14. Наверное, это я уже прошел. Вот так. Как надо себя вести. Они попадают под то, что здесь говорится. Он знал, куда шел. И изменений у него никакого не было. Показывают, как его там допрашивают. Сейчас выставляют ролики. Как его увозили. Там откуда-то снимали издалека. Машины видно. Какой организации принадлежат. Милицейская. Считает, что там решетка. И там его труп повезли. Вот жена его там, Юля, выступает во Франции. Кажется. Ну что она? Домой не думает приезжать. Помочь ему. За него молиться даже нельзя. Во-первых, смутьян. И в этом нераскаянном состоянии умер. И дальше безбожник. Абсолютно безбожник. Он все вопреки Божьего делал. Людей, которые вот сейчас за рубежом. Это все на нем ложится. Он, даже мертвый из гроба, продолжает затягивать людей в преисподнюю. Эти люди не имеют, которые ходят со святами. Приносят никакой надежды в Царство Небесное. Это люди совершенно опустошенные. Сатана похитил мозги. Они идут, кладут. Кому, когда вы не верите. К жертвам политических репрессий. А его судили-то даже не за это. За это меньше всего. Там кого-то пнул, какого-то ветерана. И деньги тратил там миллионы. Недаром все это делается. И поэтому, где-то ролик недавно поставили. Два года назад я о нем говорил с кем-то. Что его ждет. Но оно все как по ниточке, так и идет. И так понятно. А чего власть должна смотреть? Тринадцатая глава к римлянам. Прямо говорится. Не напрасно уносит меч, чтобы ты боялся его. Правителя. Когда делает добро, он добро не делает. Он нигде не работает. Он мутит народ. Власть должна принимать меры или нет. Она для этой власть стоит где-то. Поэтому мы должны молиться за власть, чтобы она соблюдала правила. Не напрасно носит меч. Для меня власть... Я никогда не голосую. Но когда стали голосовать за изменения в Конституцию, я сходил один раз. Не за человека. Я говорю, я против изменения. Той Конституции, какая была до изменения, мне достаточно. Иначе я бы по другой Конституции не вышел из заключения. А вышел указ освободить политзаключенных. Их было 210. Я вышел. Образуя детский лагерь, его бы не было. Деревню Потеряевка не было. Люди приезжают, крестятся. Этого не было. Интернета не было. Было бы как Северная Корея. Если у кого-то телефон, есть срок. А если еще где-то разговаривал, там их казнить могут. А то Северная Корея. Это откуда он взял? Да отсюда все копировали. Поэтому эта Конституция какая была, ну, достаточная. Я вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, в пяти районных отделах милиции, в городском Барнауле, в краевом Алтайского края, во всех воинских частях края. В тюрьме 3700 человек, имел доступ до камеры, до любой. Мало того, даже дали разрешение мне в виде следователя. Я избираю кого-то, дело это считается незаконно, но я скажу. Я листаю дело, ага, вот серьезно, убили человека, солдата. Сколько? Пять человек. Мне дают. Я как следователь прихожу, и они заключенных там вызывают, сопровождающих приводят, а я в кабинете сижу. У меня большие связи были с высокостоящими людьми. И на суд вышли только двое, до суда трех освободили. Я знаю, что сказать ему. Как вести себя. Один раз только мне начальник, кажется, РОР, режимно-оперативный работник, и говорит, у нас тут неприятность. Ну, что-то они слушались, ОМОН вызвали. Ну, а нет, что, ОМОН, буду тебя допрашивать. Вот, здоровые ребята, дубинка крепкая. Ну, они отмолотили всех. А там люди сидели уже шестой раз, шестая ходка. Ну, они объявили голодовку. Ну, их отдельно. Отдельно подземное там помещение такое там охраняют. А там же и приговоренные к смертной казни тогда были. Там доступа не было. А у меня большие такие связи были. Я позвонил, и мне разрешили туда заходить к ним. И кроме того, вот эти заключенные, их там сколько было в камере, я не знаю, ну, не меньше десяти. Они уже там пятый день или что. Я говорю, вы меня запустите. Никто не открывает даже дверь. С собакой там охраняют внутри, еще с собакой зарешеченной. Там дверь-то открытая. Я говорю, вы за меня не отвечаете. Я верующий, Господь за меня ответит. Что мы у Бога будем спрашивать, с вами еще будет. Ну, я договорился. За меня очень важный человек. Генерал-лейтенант позвонил. И мне дверь открыли. Я только вошел. О, Лапкин, ты-то зачем попал сюда? Ты же не голодуешь. Ну, и начали разговаривать. Я говорю, скажите. А как раз перед Пасхой было, уже пятница была, страстная неделя. Я говорю, тебя кто-то дома ждет. Да кто ждет-то? Я жену застал с любовником, я сразу обоих зарезал. Ну, у тебя дома-то, ты же, канарейка какая-то, собака. Вот собака сдохла без меня. Ну, кто-то есть какая-то птичка на дереве. Я говорю, ну, я скворечник повесил, то, конечно, там есть. Она не дождется тебя, птичка-то. Ты знаешь, что туберкулез любит худых? Ну, да. А вы какой день едите? Вы для туберкулеза лакомая пища. Они согласились. Я говорю, давайте так. А вас я скажу, по защите прав человека пойду. Есть куда, в прокурору края зайду. Ну, и дальше. Которые имеют влияние на тюрьму. А вы с сегодняшнего дня, вот сейчас, до вечера объявляйте пост. Не голодовка. Пост. А завтра Пасха. Ну, все согласились. Ну, я вышел, и как? Я говорю, все, поговорили. И не тронули вас? Никак не тронули. Они меня приняли чуть ли не на руках там. Ну, и все. А потом звонят. Чудо-то какое! Все вышли из голодовки. Я, говорит, всю жизнь проработал в этой системе, такого не слыхал. Что вы могли там сказать? Да ничего, я сказал о любви, которую к ним кто-то имеет. Эта любовь желает с вами встретиться. Даже воробей. Вот это да. Почему? Подход. Молитва. И вот эта смута, которую они наводят, люди эти нигде не бывали. Иначе бы хоть один верующий там есть во Франции, в Германии, на юге где-то, им лишь бы поплясать. Они никакого отношения не имеют к тому, что он делал. Помочь ему не могут. Он уже в гробу лежит. И поэтому то, что я сейчас говорю, это касается всех. За правителей. Я вот, допустим, я в Америке был. Да. Ну, однодум, как говорится. Но меня везде возят. Вашингтон, Нью-Йорк, Сакраменто, Сан-Франциско. Ну, в Лос-Анджелесе жил. Я не дождусь, когда выведу в Потеряевку. Тут и крапива под окном, никто ее не трогает. Все по-другому. Я серьезно говорю. Мне видно, что живут лучше, все у них есть, но это все чужое. И поэтому для меня, которые едут сейчас в Америку убежать где-то, я иначе как на предателей смотреть не буду. Не могу. Потому что столько работы здесь. Так нуждаются люди в молодежи. Бегут, другие придут сюда. Которые немцы уехали, говорят, в Германию, еще в Советской власти, сейчас возвращаются назад. Там разные мужика на мужике женят, еще попало, дитя и приучают всякой скверни. Так что президент Российской Федерации, когда он не допустил этих голубых-то здесь, ей парады делать. У нас, говорит, и так мало людей, детей. Интересный ответ. А Россия, говорит, никак не устояла бы, если бы Бога с ней не было. И сам улыбается. Я видел, как он свечку ставит, крестится, теперь неправильно. У Петрярха научился куда-то под мышку. Ну, молимся за него. И я молюсь каждый день за Джо Байдена. Джо это Иосиф, Джозеф. Первые три буквы. Они ленивые. Полностью у них как. Если Горбачев, Горби. Я их маленько знаю. И поэтому то, что они лишь находят побунтовать. Ну, что, принесли святые. А средом идет муторщик, забирает их в мешок и выбрасывает. Денег девать некуда. Показывают сейчас где-то в Москве. В общей сложности уже 400 человек арестовали. А там говорить будут по-другому. Человек упирается. Ну, они вчетвером за ноги, за руки взяли. А что он делает? Ну, один-то ОМОН какой высокий. Да он ногу держит. А она расшаперилась там. Ну, и поволокли. Я смотрю, это помолицы Господи, добразуми ты их. Что же они делают? ОМОН прав. Он не напрасно носит меч. Римлянам 13 глава. Буду выступать от их лица. Ну, как бы, вот они слушают все и уже красные, как помидоры. И возмущаются. Ну, все-таки несправедливость творится же. А он такую правду открывал, что вот чиновники воруют и все остальное прочее. Почему к нему такая симпатия-то? Да не симпатия. Людям где-то надо энергию свою высказать. Им разности никакой нету. Кто бы он ни был. И они будут выходить и стоять. Потому что нигде они не могут показать, что они общество какое есть. Там уже стоит сила великая. Везде сила великая. Мы переворот можем сделать. Он смутьян. Мятежник. И ничего у него нет. Я тогда говорил, у него ни программы, ничего нет. Доиграли с Майданом. Что получили? Порошенко плохой? Этот хороший? Дальше-то смотрите, что за этим будет-то. Уже Авдеевка в руках. Дела-то не так. Потому что Хрущев по безумию своему Крым отрезал Украину. Он никогда у нее не был. И поэтому он вернулся на место. Ну, надо реально смотреть-то. И эти люди, которые сегодня где-то бунтуют или что-то, им это трын-трава. Ну, вместе со всеми я там был такой же. А он никто, блудник. И когда Библию, вот я читал, места мятежники, называется развратники. Это все развратники. И они никому не нужны. Они за любую власть будут голосовать. А им разницы никакой нет. Но на них есть у права пока еще. Я встречался с ними с такими. У них ничего за душой нету. Вот он такой-то Яшин там теперь выступал. А сколько раз женился, спроси. Ну, маленько-то, гляньте на них. Что эти за люди-то? И они ходили там, святые, мертвому. Ну, репрессированным памятник стоит-то. А он какое отношение к ним имеет? Какое? Никакого. Это по иночке, как смотреть, как называет их Библия, развратники. Я так и смотрю на них. Я верующий. Молиться за него. Во-первых, нету. А во-вторых, только обрати его, Господи, сломи его гордость. А ему назад уже нельзя. Когда его отравили, считает, уж был в Германии. Зачем назад ехал-то? А его толкают сюда. Тебе дали сколько там? 48 миллионов или сколько? Давай распоряжайся, сиди. А то это все отнимут. И он все делает. Я цифру так с потолка. Потому что все... Ты отрабатывал деньги, да, Игнатик? Обязательно. Никто не скрывает. Он там учился. Вот Дворкин Александр Леонидович точно так же. А теперь в каждую фразу встревает. На меня сколько раз кидался и сказал, а я не знал. И все, я не знал. Ему показывают, да это в ней ошибка, это неправильно. Вот этот Максим Георгиев где-то выступает тоже. Кого бы не спросили о меня, он городец, что попало? Почему? И он не тронут. Ты его давни, и нос будет зажимать вокруг, проходить. Там ничего нету. А нам есть что показать. Мы друг друга никогда не знали. Мы знаем. У нас материалы какие. Сколько лет... Как сейчас доктор богословия Бочков говорит. Богословия. Московского патриархата. К Лапкину по-разному относятся. Но тысячи людей, которые пришли в православие, вы куда денете? То есть у меня разницы нет, что он там говорит. Я знаю, у него ничего нет. Вот вчера только смотри, какой телефон у меня. За ночь позвонило 110 человек с угрозой. Как считаешь, нормально? За одну ночь 110 звонков. С разной угрозой, с всякой мерзостью. Значит, я чего-то стою. Если такие силы дьявола отвлекают на себя, они в это время на других-то уже не могут делать. Они на мне задействованы. 110 звонков за ночь. За 6 часов. За неполную ночь даже. И у меня еще... Мало того только на этот телефон. Так у меня еще такой телефон. Они и на него непрерывно звонят. Звонят ли. Поэтому то, что сейчас с этим... С Навальным... Идовая фамилия правильно Безумнов. Вот. Что с ним есть? Он там еще-то был. И зачем он сюда лез? И когда был здесь, то еще можно было остановиться? Можно. Но он и здесь продолжал, и на суде, и везде, как он себя вел. Сейчас все снимают, показывают. Он все это показывает. Победа за нами будет. Ну и что? В гробу? Тебе и жизнь не нужна была. Меня пальцем никто не задел. А я был-то под другим предметом. Протоколы сионских мудрецов. Будущее мира. Кто придет к власти во всем мире и как будет? Меня есть за что было брать. Как-то приносят передачки. Там отдельно такая комната. Ну и моя мама пришла. Приехала она из пронзи. Ну и там женщины сидят. Вот моего-то, Витеньку взяли, ни за что. Другая там... Вот тоже моего Ваню взяли, ни за что. А мама моя по себе. Бабоньки, как вам тяжело? Все ни за что. А моего-то сына взяли, за что? Как? А вы знали? Так я его и благословила на это. За слово Божие это. Мама моя, Мария Егоровна. И вот она там уже начала им свидетельствовать. Ни одного класса не кончала. Писать не может. А по милости Божией за свидетельство людям. Я его благословила. Божие благословила. И поэтому мне радостно встречать. Как тайная встреча со мной имел не кто-то, а полковник. Начальник тюрьмы. Вызывал только. Родной мой. Только тихо. Я вот хочу спросить. А как это вот дальше-то будет? А есть ли такое? Проходит день, он снова меня вызывает. Ты, родной мой, только не говори тут, чтобы нас не знали. А потом я его на воле встречу. Замполит на моей стороне. Каждый день проповедь. Дверь открыта. Со второго этажа охрана подходит. Полное молчание. Я прошел с великим торжеством. Один только первый раз там проводили за один город, где-то в Жамбул, кажется, было. И говорят, вы ночью молились. Семь человек становились на колени. Можем мы будем молить? Уже вся камера под моим руководством. Вот как Бог делает. Которые сидели, я беседовал с ними. Отец Греб Якунин, семь лет. В якутских лагерях там пробыл. Дмитрий Дудко, Зоя Крахмальникова, Александр там, его как там фамилия, Огородников. Никого не было этого. Никого. У меня день разбит был на 4-5 частей. Каждая часть, это сейчас полтора молитвы. Псалтырь за два дня просчитывается. Тысячи поклонов. И свидетельства людям. Я понимал, меня Господь послал туда. Как когда меня второй раз привезли, говорят, о, Лапкин, так у тебя там семинария было в 80-м году, а теперь тебе Академия с 86-го года. И везде свидетельства. Охранники. Один подошел, ну, что-то говорит, ну, я говорю, слушай, ты вот говоришь, у тебя речь, вот как будто в параше плавает маленький кусочек хлеба, и его нужно выловить. Ну, среди матов даже нормальный слопнет он. Да. Гляжу, он что-то там копается внизу. Вот такой кусок сыра отнимает, и там кормушку открывает, куда на что ставит, чашки, и он хлопает, а это тебе. Вроде без страша. Вот и все. Готовится благовещение. Кто узнал, как? Видимо, меня спрашивали, я так просто ответил, что рыба разрешается. Я заключенный на кухне, где они там рыбу где-то взяли, сварили рыбу, хорошую рыбу-то, и еще пока не подняли люди, а я рано встаю, 4 часа, а подъем там в 6, и они принесли рыбы много, вареные, там, селедка, там, другая. Вся камера питалась. Зэки! И что, как Бог обращал? Я кого спрашивал, ни у кого этого не было, даже в помине не было. Как это может быть? Не знаю, я ни на один вопрос не могу ответить. Я знаю, мой Бог живой, и на живую молитву живому человеку он отвечает. Вот ответ. Это смутьяны, это мятежники, и они получают то, что заслужили. Те, которые венки несут, они все повинные, как развратные. Библия говорит. Надо плакать. Знаю, Игорь Тихонович, вас обвиняют, я дальше буду продолжать, оппонент, ну, с их стороны. Вас обвиняют в том, что если бы Навальный стал президентом, ну, свергнул, ну, гипотетически, допустим, он свергает власть, он становится президентом, и вы так же будете ему дифирамбы петь? Не будет он никогда, и дифирамбы не буду петь. У него ничего нету. Тот президент, который сейчас есть, он где был? Полковник. Знает иностранные языки. Работал где? Из какого праха Россию поднял? Что сравнивать? У этого-то ничего нет, он безумный. Он безумный, больше ничего нету. Его Бог уже отметил фамилии. А про это говорить не надо. У него мои книги, видели, в библиотеке стоят. Тут через его представительство я ему отослал, начитая на мною Библию, там, архипелаг, гулаг и что-что-то. Подзвонка. Игнать Тихонович, как понимать слова, вот, то есть, как в святоотеческом, в святом духе, как понимать, нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога. Вот это вот, расшифруйте, потому что многие задают этот вопрос. Видал, что делается? Нет власти не от Бога. Если была власть не от Бога, не от Бога, потому что это антивласть, которая убивает людей. Которые злодеям, Ежову, другим, Берии дают место, а остальные гнобят, всех убивают. Это антивласть. И поэтому спрашивать нечего. И так понятно. Не напрасно носить меч. Если делаешь добро, власти это и надо. А это преследует добро. И вот это как сейчас сменилось, советская власть-то ушла. Ну, считай, с 91-го года-то. Меня никто ни разу не тронул. А у меня прошлый-то багаж-то, разве он не давит? А наоборот, его даже меня вызвали, вызвали документ. У меня два документа. Один документ вообще российский, а другой по Алтайскому краю. Льготы какие. Свидетельства. Я их могу открыть и показать. Свидетельства. Ты их глаза не видел такие. И у многих ли они есть? До Дальнего Востока я один. До Дальнего Востока. Больше никого нет. Все остальные или умерли, или кто. И поэтому то, что они делают. Вот я, значит, показал, сколько мест Писания. И Давид, и Соломон называют их безумными. А праведник утешает. То есть мы говорим, этого делать нельзя. Вот он что делал? Боролся против власти. Власть, которая не трогает. А как вы узнали? Очень даже просто. Я проехал все государства Европы. Скандинавия, Прибалтика. Север, Юг. У меня огромнейший опыт. Огромнейший. И не просто мы проехали, а только у меня 30 томов книг вышло, как автор. И от Владивостока порт Находка. И дошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтика вся. И подарили 650 библиотек свои книги. Это нам обошлось 35 миллионов рублей. Это чего-то стоит. А было ли когда? Никогда в истории мира этого не было. Никогда. Вас в эгоизме, Игнат Тихонович, вас обвиняют в эгоизме. Говорят, что вот вы, Латкин, построили там деревню, и у вас все хорошо, а все остальные деревни в разрухе, и в банкроте дела деревни и нет, она уничтожена. И вот вас в этом буквально... Ну, хорошо, он обвиняет. Что дальше за этим-то? Вот, допустим, Нургалиев был министром внутренних дел. Он говорит, в стране три с полномиллиона беспризорных, больше, чем в гражданскую войну. Я говорю перед огромной аудиторией, центральное место института всех, Академгородок Новосибирский. Это выше, чем Ломоносовский в Москве. Я говорю, слышали все? Слышали. Что мы можем сделать? А что ты сделаешь? Беспризорное все. Я участок земли беру, строю сооружение, ты видел там это все. И я директор. 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. И когда уезжают даже за границу, оттуда пишут, говорят, воспоминания добрые остались. Только о лагере, больше ни о чем. Что в стране было? Где они жили? Где попадали? И проще. Дальше. В стране уничтожено 81 тысяча населенных пунктов. Конкретно. Дорогой Виталий, что ты сделал для этого? А пытались сделать? Пытались. Да все засохло. Один приехал у него тут в Алтайском же правде крае. У него, кажется, 24 или больше было только грузовых машин. Пригнал. Двухэтажные дома строили. Все засохло. Развалилось. И начали блудить, воровать, друг на друга стучать. Да вот и доказательство, что это дело очень непростое. А чтобы община была в церкви, вот как у нас даже вот община интернетная, и нигде такой больше нету, что православные так ценили Библию, ссылались на святых отцов в каноны церкви, что если женщины, вы их не увидите, ни одной у нас без платка. Если мужчины с бородой нету, даже внешне видно, что здесь идет работа. Больше нигде нету. Страна-то большая. Большая, говорит, а рожать некому. Ни духовно, ни так. Тут они говорят, это означает, чего-то я стою. Говорить о том, кто этого не делает, они не будут. Я берусь за дела, которые вообще непосильны человеку. Это невероятно. Вот сейчас мы готовимся к изданию проповеди во свете Святой Библии. Это разве простое дело? Она форматом будет высоту и ширину книг больше, чем которые издавались. Но это не все. Трехтомник Нового Завета, 752 страницы в каждом томе. Проповедь в стихах 882. Четыре умножь. Сколько стихотворений? Проповедь в стихотворной форме этого никогда нигде даже в помине не было. А теперь мы издаем это. Каждая книга будет примерно 1150 страниц. Шеститомник. Я показывал тут, какие корочки уже приготовлены. Видел, нет? Посмотри. Покажите, есть у вас? Да я уже... А, по интернету? Ну, я думал, так вот. Нет, по интернету. Вот сколько? Три дня назад уже закончили по этой работу. Ну, пока еще остатки. Которые о проповеди говорил после этого, там их 300 с чем-то. Их надо было из видео переложить в ворд, в буквенное выражение. Это непросто. А теперь надо корректировать. И помогать вызвались примерно 62 человека. Люди от работы там где-то приходят, скорее садятся и продолжают. И работа еще продолжается. Но уже где-то к завершению идет. Вот как делается. Могут кто-то сделать? Никто. Никогда. От создания мира этого не было. А я показываю. Я рассказываю, что вы так боитесь этого, я говорю. Я говорю то, что есть. Реально. Почему Павел говорит? Радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Пишет переписок, будучи сам в тюрьме. Я об этом и говорю. Враги человеку домашнего. Покажите домашние. Где враги? А у меня их столько. Главные враги. И как? Молитва. Они всякую пакость сделают, обирают меня, а ничего не сделают. Ничего. Потому что я нахожусь под охраной моего спасителя. Убьют. Я с Господом. Не трогают. У меня болезней не было никаких. В прошлом году на меня шесть болезней сразу одновременно. Я только утром встаю. Господи, эти болезни я не прошу исцелить. Есть две болезни у меня, которые могут закончиться полным исходом. Но только не это. Вот Господь дает как? У меня живая связь с Богом. Вот если бы мы не проповедовали, не знали, тебя бы здесь не было. И с тобой бы не были. И кто-то тебе не подсказал бы выйти на меня. А ты видишь, какие люди. Понятно? И поэтому кто говорит, это значит я чего-то стою. А значит чего они будут говорить? Вот представь себе, я подхожу к дому, а уже в сумерках. Ну представь, в пяти университетах вести занятия. Это не просто так. Гляжу, стоят двое. Я подошел, а мы вас ждем. Два полковника стоят. Один танковый хвост, другой авиационный. Мы тут решили зафрахтовать самолет, чтобы вас перевозить с одной области в другую. Чтобы вы выступили перед нашими военными. Вы еще покажите, где такое было. Все, не по мозгам нам это? Это Господь делает так? Вот смотри, тут как-то конгресс интеллигенции. Собрали всю интеллигенцию, собрали там с разных городов, приехали. И лауреат Нобелевская премия, и Жозе Салферов. Ну и меня приглашение пришло. И вот когда в суде были, а там выступает один, он первый секретарь железнодорожного района КПРФ. КПРФ. И его говорят, судья говорит, ну вы с Лапкиным-то как познакомились? Ну как? Ваша честь. Я ни одного судью вашей честь не назвал еще. Ваша честь. Ну вот выходят люди при галстуках там, при орденах. И вдруг вот этот, в этом задрипанном пиджачке своем, в валенках за ложами. Я думаю, да как его пустили-то, зачем он? Ваша честь. Ну он заговорил, я прошептал, Златоуст. Он враг, ему надо до конца, он забыл, его мгновенно на мозге, а судья сидит на него, смотрит, так вы враг или друг? Он сразу прошептал, почему? Это во мне. Я учился день и ночь. И таким себя не считаю. А фильм вышел, Златоуст из Потеряевки. Документальный фильм, занявший первое место в России. Это что-то стоит? Дальше. Причувствие там эпизодично. Первое место на международном конкурсе документальных фильмов о православии в Югославии. Чего-то стоит? Как мне говорят, весь фильм-то вы вытащили, что там выступили. А ко мне они напрашиваются, звонят, там из Германии, вот поснимать хотели. Я всем отказываю, решительно. Но бывает, кому-то ответишь. И вот одна там приехала, неоткуда-то, из Лондона, Ксения Деннон, Кэстенский институт какой-то, директор его. Ей Востанкина дали какого-то Юрия, и он сюда ее прилетел. И вот она была здесь, ну, я не скрываю, она мне очень понравилась. Такая сухонькая, и такая она светлая. И такие вопросы, я ей книги подарил. И она написала «Исполнение мечты в сибирских степях». Такая прекрасная проповедь. И вот она в такую даль летела, чтобы встретиться. А потом говорит, так мне половину не рассказали, что я приехала-то. А я думаю, это кто? Цариса Савская Соломону сказала. Мне, говорит, и половину не рассказали о вас. Вот и все. Это ледь, которой люди, это покрывается ржавчиной зависти. А мне некогда об этом думать. Некогда. Вот он долбит его. Я только успеваю переключать, выкидывать. Значит, чего-то стоим. Я, Тихонович, как, вот, например, представляем, сейчас мир, построят храм Соломонов, евреи, евреи, и все соединят все государства в одно, выберут президента всемирного. Как христианину-то быть в этом? Молиться, дальше продолжать за эту власть? Вот царь мировой или как? Десять государств будет. Ну вот, десять было, и они уже соединились в одно. Не соединились, еще даже помене нет этого, не надо говорить. Нет, я говорю, если так произошло, ну если, если, дальше будет видно. Трех он погубит. Молиться дальше-то, молиться надо продолжать власть. Трех погубит. Этот будет царь из какого рода, из колена, какого мы знаем из данного. Храм уже готов к тому, чтобы восстановить его. Это то, что они делают, хасад, там, хасидами, это все другое. А они уже у власти. Все, что касается печати, судебных дел, литературы в их руках. Ну, есть еще там вот у нас окошечки, в которые мы входим. И книги есть, откуда им никогда их уже не изъять. И поэтому сегодня надо где-то Евангелие где-то припрять, чтобы были. Сейчас вот выключат, ничего нету, и все, как говорят, сдохла собака. Думать надо. Я все к этому присоединился. разгрызают. Ну, немного, лет сто потерпеть можно. Вечно спереди. Что нам делать? Молиться, прятаться. Гонят в одном городе, прячем другой. Вот тут, может быть, на время нам и поможет, что в деревне, пока хоть своя картошка будет. А там свои под Богом, домашние враги, домашние, самые лютые враги, как молитва. Больше ничего нету. Не вменим во грех это безумие. Они не знают, что творят. Это все пройдет. И уже не вспомнят, кто что. А мне этим заниматься некогда. Ну, вот они такое делают. Вы хоть ответ-то дайте. У меня юристы подталкивают. А мне зачем это? Я знаю, все видимое временное, а не видимое вечное. И вот они сейчас около этого трупа крутятся. И он им нужен. Они ни одного дня с ним не жили в одной комнате. И спрашивать нечего. А они говорят. Ну, и говорят, и пусть говорят. У них ничего нет. По крайней мере, пока они цветы проносят, сюда кладут, в это время они хоть не блудят. В это время хоть они не воруют. Он отвлек их от этого дела-то. Дальше они вернутся. Ну, маленько надо палатой раскинуть свое. Да. Ты видел, как у меня изданы пропади в стихах? Видел. Ну, и как? Ну, на высшем уровне все. Так вот теперь это, которое готовится, корочки, я тебе покажу, где. Ну, ты зайди. Вот где мы сейчас? Во свете и там в Содружество. Туда и туда и окинул. И посмотри, какие надписи с обратной стороны. Сколько труда положил человек так сделать. И везде на корочке название проповедь во свете Святой Библии и выдержка из Библии. Какого цвета? Все имеет значение. Какого цвета? с чем начинается? Это работает специально человек над этим, талантливый. И дальше конкретно кто, что сказал обо мне? Шесть выдержек. Что сказал Митар Тарабич? Все понимают, о ком он сказал. Его фотография. Что сказал митрополит Сергей Строгородский? Что сказал Иугумен Кирилл Сахаров, член Союза писателей? Я беру той, которая. Что Павел Бочков сказал, доктор богословия Московской Патриархии? Вот уже четыре. Дальше Союз ректоров над университетом ректор главный. А это Союз ректоров перед законодательным собранием края ходатайства обо мне. Пятое. И все это на обратной стороне мелко насчитать можно. Этого нигде не было. И дальше мне вопрос как-то задали недавно, ролик записали. Чем ваши проповеди отличаются от промедей самых знаменитых проповедников? Начинает перечислять Билл Грейц, вот там Лютер, Елена Уайт, ну там Бахмелдер, такое. Я отвечаю на то, это будет вступительное. Уже я передал, кто это верстает сейчас. И такой проповеди нигде не было. И мои проповеди отличаются от всех проповедей, какие самые знаменитые проповедники. Чем? В первую очередь у меня нет образования. Я не по накатанной шкале иду. Это определенно, все знают. У меня нет ни гуманитарного, ни религиозного образования. Второе. Мою душу никто не корежил, никакой Осипов. Я все выпрашиваю у Бога. Вот мне вот сейчас только вторник сегодня, а в субботу вечером говорить проповедь. И ко мне уже заранее подходит она, а что будете проповедь? Вот недавно только о Закхее. Там сколько проповедей, и ни одной похожей нету. И мою проповедь взяли по всему интернету, буквально разнесли. Я прямо говорю, это мне уже показывают где-то. Я вот что-то, допустим, в воздвижении креста на праздник где-то, я стараюсь своей и чужей проповеди не считать. Я просто молюсь, и Господь показывает, что нужно сказать. Вот сейчас я могу даже не скрыть. Вот сейчас, если жив буду, в субботу вечером буду объяснять Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Я избираю одно место и выпрашиваю у Бога, открой мне это. Однажды я говорил об Ефоде, Ефот, а в алтаре был епископ наш, Евтихий, Курочкин. И он потом где вы это берете все, вот что говорили. Я говорю, там, Владыка, вот у меня угол такой есть, вот тут угол, с иконами там видно вербочки лежат. И вот здесь я в уголке тут прижмусь и записываю. Когда я выступал в литературном институте в Москве, там по одному стихотворению Лев Ашанин вел, поэт такой был, а я с дороги написал 4 стихотворения, все пожаловали. Ну, где вы берете такие темы-то, там слова-то даже рифмовать их не знаешь как. Я говорю, во время молитвы я вижу. Я не не вижу, я его чувствую и считаю эту строку. Вот сколько говорю, каждый не понимает, как это так? Ну, нет этого у вас, а у меня есть. А я в это время молюсь. Но у меня рядом лежат ручки, карандаши, бумага, я сразу записываю. на многое, что ныне видим в храме. Я записал, дальше молюсь. Еще молисти не кончили, бывает у меня вторая строка проплывает, там где-то она. Я ее как бы вижу, но я не вижу. Я сразу записываю Святая Русь, когда была святая. Молитвы кончили, теперь можно мне глаза завязать, это 9 куплетов, по 4 строчки, 9 и 4, 36, осталось 35. 35 строчек я могу записать не глядя. Но это одно. Другое, у меня сохранились эти черновики, я карандашом записываю, потом мне их надо все перепечатать. А что-то, бумага продается печатная, ну, которая там везде, где работают люди, 500 листов, это 7 пащек один на другой. Это 7 пащек, еще маленько добавить надо. Это за 9 лет у меня написано. Но самое главное, в черновиках нет ни одной помарки. Пушкин делает, он там перечеркнет 2-3 раза, меняет. У меня этого нету. Я один раз попробовал и вернулся к тому же самому. Вот однажды мы ехали со священником, однажды, а у меня с собой всегда бумага и картонка. Ну, такая, как деревянная фанерка. И бывает у меня что-то есть, я написал о музыке. Что такое музыка? Приехал домой, утром встал, ее нигде нету. Я никуда не заходил. Я знаю, что не было на столе. Это мама твоя? Познакомь меня с ней. Иди сюда. Иди сюда. А с какого года она? Сейчас я это... С какого года она рождения? Она не слышит, я в наушниках, она не знает, о чем вы говорите. Она с 47-го. Ну, а я с 39-го. Иди сюда, мам, я сейчас звук включу, попробую. Как ее звать-то? Людмила. Людмила, Людмила. Что-то туманная она. Вот. А, туманная, ну, это это. Потому что... Ну, давай, Саша, ты покажи, скажи, что ты летом бываешь у нас, что ты знаком с нами. Она знает, Игнатьич. Она же присутствует в нашей группе-то. Да. А когда отец с Аким там бывал, он у вас ее видел? Ну, конечно, он был отец с Акимом. Ну, ладно, ладно, не надо, не надо. Она ничего не слышит. Я тоже плохо слышу. Я плохо слышу. Я не могу ничего тут настроить. Все, мам. К сожалению. Ладно. Пускай идет. Ну, не слышишь, не слышишь. Ладно. И вот представь себе, что 36 строчек это одно стихотворение. Надо взять эпиграф и бывает напротив каждой строчки место писания, откуда взята эта мысль. Это 36 раз надо Библию открыть. Найди в мировой истории, где такие стихи, кто писал. Никогда, нигде, ни в одном государстве нигде этого не было. 36 строчек по 3 куплета это как для троицы. И вместо писания откуда мысль взятая. Ты понимай, маленько, что это, ну, то и как. Ты меня как угодно назвай, но то, что выходит из моих рук, ты отрицать не можешь. ты слышал там стихотворение, которое на музыку Виктор Николаевич положил. Святая Русь. Да, да, да. Ну, там посмотри как. Ты тоже вот далеко там свое, хорошо получилось. Поэтому люди, которые говорят, ну, что говорят, у него другого ничего нету. Он судит не по делам, а по нерасположению. У него нет ничего. Зависть. Христа предал Пилат, говорит, из зависти, а они не знали это. Иосифа предали из зависти. А потом сами у него будут питаться. Потянутся караваном к нему туда. А там все другое. Я свидетельствую о Боге. Вот сегодня ночью она зашла, я узнал, что вы молитесь обо мне. Кошка, что ли, у меня тут бегает? Да она не бегает. не касается тебя. Вот так. У меня здесь в комнате голубь есть. Показать тебе? Покажите. Ну-ка, смотри. Подожди. Так, подожди. Так, так, так. Говорит пулеметчик. Давай-ка туда сходим и посмотрим. Видно, нет? Да, гадик. Красавчик. пометил как. Так, у меня какие сейчас? Где-то несколько пород. Ну, тут многовато. Ну, в центр только. В центр, в центр. А, ножка какая? В центр его. На голове-то, видишь, какой шиньонщик? Да, да, да. Она холодная. Я завел сюда. Вот так. А вот моя насельница. Я бы мог тебе показать. У меня кошки две. Мы держим две здесь. Две трапезные, там они внизу. И здесь одна. Пять кошек здесь у нас. Господь так сделал. Ну что, все. Я объяснил. Да, Игнать Ихонович. Просто за недостатком информации у многих они и судят привратно. Ну, как можно сказать о вас, что вы эгоистом свою деревню как бы отстроили, восстановили, а на остальных плевать? Так она не просто. Она единственная. Единственная. Да еще сколько вредителей находятся внутри. Ну, остальное все перед Богом. Да, я делал. А другой пришел, разрушил. Разрушил. Он будет отвечать. Не я. Детский лагерь. Сколько ни зла было. Только в 98-м году было 15 комиссий краевых. И мы остались. А теперь закрыли. Не закрыли, я его закрыл. Лагерь распустил, потому что абсолютно невозможно. Когда 8 человек утонули на самом озере, то и президент дал указание проверить все лагеря. Как проверить? Как Сталин говорил, нет человека, нет проблем. Все смели. Дежурили они, детей вылавливали. Ну, ты видел, как было? Как они у меня учились убегать, и как я их спрятал, детей. Не одного ребенка им не отдал. И тут же вызвали машину, которая детей возит, и детей развезли по домам, а пока жили здесь по Теряевке. По любому делу я могу указать только так, говорит Господь. Здесь я бы мог все это считать, которые места, но я просчитал места, а потом разъяснил, что такое смута, смутьян и мятежник. Библия говорит, подробным образом считать места, которые я назвал. Все. А почему вы иногда называете Владимира Владимировича Путина помазанником? Хотя он не царь, его никто не помазывал. Ну, я тебе скажу. Допустим, книга Иеремия, мы считаем, там где-то 44-е, и говорит, Кир, помазанник мой, говорит Господь. Почему Бог называет его, когда он ни разу лоб не перекрестил? Он совершенно языческий, а Господь его называет помазанник, помазанник, то есть Христос с маленькой буквы. Почему? Притом, это Дух Святой, говорит, не я. Потому что он отпустил народ Божий, дал свободу в план Божий. И Кир, царь Кир, языческий, всемирной державы. И поэтому роль, которую выполняет президент вот сейчас в другой стране, он как Архангел Михаил ворвался туда. Другого выхода не было. А как? Очень даже просто. вся зараза, вот эти вот, едут там бритые, крещение, перемал, все это перевернуто, это все оттуда, с этой западной Украины. Это они все. И поэтому 48 глава, 10 стих, книга про Каириме. Проклятку дела, Господне делает небрежно. То есть, это же может постигнуть естественность, которые не делают. А мы делаем полное погружение, учим. И ты сам знаешь это хорошо. Вот так. И проклят, то меч Господний удержит от крови. Мы молимся, а дальше как будет. Ну и серьезно, когда была инаугурация Зеленского, Владимира, на Украине, А я смотрел, я только одно мог прошептать, Боже, что же с ним будет-то? Он же совершенно никуда. Никуда. Ну, клоун. Он там выступал, хорохорился. И там выступает где-то, перед этим было, вы меня президентом изберите. Зарплату в три раза сделаю больше. Вот вам. И вот так вот. И все ха-ха-ха. Еще не знали, с чем это кончится. Юлия там Тимошенко помогает, может быть. Я говорю, то, что открыто. Ну, какой он руководитель-то? Где? Только выпрашивать? Ну, выпрашивает. Ну, другие помогают. Технику привозят, ломят ее. Квадрокоперы эти. Ну, взял он, ну, где-то взорвал один-другой. Народ-то какой, сколько, пенсии увеличили? Кое-то, где, говорит, совсем отменили, как перестройку. Он никакой. Совершенно никакой. А то так, для смеха американцы поддержали его и больше ничего нет. Америка, какая разница, про масонины до мозга костей. Я там был, я не наружу говорю, я ее колесил, Америку, по разным местам и выступал там, и по радио, они, главный у них рупор был, «Голос Америки» назывался. И я даже там выступал в студии, в Америке. Поэтому сказать, что я говорю, не зная, ну, никак нельзя. Если я говорю о том, что делается в университетах, почему я преподаватель там, это ни один день, ни два, только в одном университете 18 лет, и все это бесплатно. Бесплатно. Один раз было так, меня ректор вызвал как-то, и говорит, побеседовали, и в сигне, Владимир Васильевич, там он академик, там такие звания, фотографии у меня у меня с ним есть. И говорит, тут русские собрались, а над ними смеются, что ничего не знают. Новые русские. Ну, чтобы знания поднять, чтобы им образованное быть, я говорю, ну, хорошее дело. Так он говорит, избрали, они избрали вас. Как меня избрали? Да у меня же никакого образования нету. Нет. Представь, там директора разных предприятий, они вместе собрались и проголосовали взять меня. Я говорю, не знаю, ну, все уже, начинайте. Завтра, вот в такой-то аудитории, корпус, вы там проводите занятия. Я до того удивился, ну, я, правда, приготовился. Без перерыва, но у меня занятия были по два часа. Прошло какое-то время, меня вызывают, опять ректор и говорит, вот тут надо вам расписаться и пойти в кассу получить. Я говорю, за что? Ну, это, вот, преподавали. Да я еще за деньги разве преподаю? А не богатые, это не наши, не университетские деньги-то. Понимаешь, нет? Я говорю, и как? Ну, поставки профессора. Да какой же я профессор-то? У меня вообще образования нету. Никакого. Ну, не считай, десятиклассов и техникум. Нет, это они сказали, чуть ли не Нобелевскую премию-то мне, сверх профессора, еще что-то насыпали. А потом он узнал, что я преподаю уже 17 лет, 18-й, и не получаю. Он тут же оформил мне и говорит, иди и получи за все это. Ой-ой-ой, я пошел, а там и нын-нын надо. А я отказался. Отказался. А там цифра была не шестизначная. За вот 17-то лет, представь себе, 17 лет, которые прошли до этого. У меня все интересно, когда рассказываешь, у кого было, ни у кого этого не было. Представь, совет ректоров разных университетов собирается вместе и обо мне ходатайствует в законодательном собрании Алтайского края. И это все указано будет на обратной стороне, которой готовим. Проподия во свете Святой Библии. Такого названия никогда не было. Не просто проподия, а во свете Святой Библии. Вот это надо видеть. Какой свет, какие фрукты, что там есть. На корочке только. А когда внутрь зайдешь, ты узнаешь, что это. Это такое есть кто-то? Нет, конечно. И что? Ничего. Зависть захлестывает людей. Пройдет, проглотим. Я вот печи ложил. Обычно на печь приходят они 2-3 человека. По одному не приходят. Они там целую неделю выпивают. Я прихожу один, хозяю только помогают. И в день две печи выкладывал. Две. Поэтому у меня выработка была 280-300%. И сразу говорю, бесплатный ремонт в течение года. Угляни на тонну меньше истратят. До самого полу почти доходит тепло, и ребятишки ползают маленькие. Мои печи стоят буквально везде, куда ни глянь. Почему? Во-первых, это очень ценно. Я за один день зарабатывал столько, сколько за месяц на работе государственной. И накормят тебя, и напоят. я по-другому не мог. Никаких перекуров не было. Я как плющусь и обед даже забуду до вечера. Ну, влюбленность в работу свою. Я строительную техникум окончил. И вот такое дело. Ну ладно, спаси Христос, Игнатий Хриевич. Ну, все тогда. Да, отошел. Ну, все давай, с Богом. С Богом. Аллилуйя.